Василий Аковлевич, это Ваша конструкция? Это я сам конструировал, придумал. Подсмотреть особо негде было. Во-первых, понятно, что на две рамочки зеркало усиливает этот эффект довольно хорошо. И удобно, потому что дармовая энергия. В это время, как правило, пасечник работает на пасечке. Он всегда может поменять рамочки и повернуть за солнцем. Но можно, конечно, более существенно сделать такие, я бы сказать, полуавтоматические вещи. Потом, ты так смотришь, это достаточно, как пасечники. А вот этот автомат, значит, во-первых, вот это все там выпаивает. Взял, просто вынес рамочку, понимаете? Растаял уже. Растаял фактически стерилизована. Потому что температура здесь получается, ну, порядка, я там не замеряю, порядка 100 градусов. Значит, здесь, тут тоскоп она функциональна, понимаете? Что я не зря говорил, что это... Значит, во-первых, воск стекает и сюда это самое. Потом на рамках всегда есть остаток меда, понимаете? Это, когда люди говорят, что там вот такие выпускают моточки на подвозке, то это нереально. Потому что тут есть рамки такие по полу, рамки меда. Куда ему девать? Отдавать пищевым, чтобы они там устраивали драться. Это не системно. Значит, я так бросил, и у меня вот точки такие глубокие. Они здесь порядка двух литров. Два штуки, то есть четыре. И я могу зарядить за день, припустим, даже два-три раза. То есть, это получается шесть-восемь рам. Я потом его это все делаю, как замечаю, то... Это уже мерва. Мерва, так называемая, да? Ну, она хорошо, довольно, значит, обезвозчена, да? А я потом его это делал. В конце дня собираю мешочек. Мешочек там, ну, на огонь. Пресс. И еще там, получается, процентов около двадцати остается воск. Ну, там еще, может, и стогов, что-то там есть, если химическим методом. Значит, потом еще можно вот так ставить. Если воск, ну, сырье, не такое старое, то можно вообще там... Быстро очень. Ну, если такое староватое, то, конечно... А вот где там воск стекает? Вот-вот-вот. А он там вынимается, этот корыца? Да, значит, они на два корыца, потому что одно будет очень большого и неудобно, так? А, два ма... На два таких двух килограммов. Ну, конечно, там вот... Под вот этим лоточками вот там желтенькие уже чистенькие. Да, да. Там вот такой вот очень суперовый. Для хлеба, так сказать. Он, в всяком случае, если... Ну, это само... Ужженный, значит, на воск он не действует, на мед тоже. А остатки меда тоже стекают, потом мед... Воск уставает, а мед остается. Может быть, полного топлива. Знаете? Все. Ну, да, заканчиваем уже. А, так что, вот вы сейчас... Да, дякаем. Спасибо. И вот я последний раз сдавал воск, там... Ну, на выставку сдавал, мы уже хотели ехать. 70 килограмм. И вот эти там ребята говорят, о, так это у вас пластика, видать, большущая. Говорят, да не, я просто эффективно откачиваю, значит, собираю этот мед. Ну, и вовремя меняю, значит, как говорится, соты. И поэтому получается чистый воск в сотах. Хороший из сот получается. И, ну, это тоже продуктивно, с пасеки, то, что она дает воск. Не только у нас, а воск там, ну, некоторые там живы. Ну, тазик такой, уже старенький, мировый. Да. Потом собираю мешочек, потом еще раз ставлю, ну, как говорится, под пресс. И вот таплю это. И еще там получается, ну, на огонь, тоже, как говорится, экологично чистая энергия. Не это самое, не затрачивается. И все это дело вот такое просто. Две воскотовки, это достаточно. О, ну да. На 40. Вы маетесь спокойно. По четыре рамки больших. Да, вы по четыре рамки сразу маетесь за... За день, ну, там восемь-двенадцать. Значит, четыре рамки. Я использую, обычно, тут нет, рядом. Такое. Зимовничок, а потом на лето я ее переобрудую на сотохранничок. Ну, оно там прохладно. Я оттуда прям раз-раз-раз-раз. И все. И получается практически стопроцентное добывание и эффективно. Ну, говорится, экономно. Энергия не тратит. Время тоже очень довольна. Там поставил, поставил, брал. И сейчас по жаре, и даже когда не очень жара, работает эффективно. Да. Значит, при любом, так сказать, климате. Значит, бывает, что май немножко, там, говорится, не балует солнцем. Туда затягивается. Ну, я сейчас практически закончил. Уже все это. О! Перетопку старых. Вот. То, что выслой. Ну. Получайся. Вебраковка. Это все. Ну, я так их не довожу до такого. Старого. Ну, вот это насколько эффективно. Во-первых, дверь. Зеркало. И увеличение вот этих емкостей. Это такие. Вот я сам. Ну, как. Не то, что придумал. Жизнь достала. Вот. И вот удобно. Раз-раз. Вот отсидел. Значит, потом вот этой сплавкой сплавим в одну. Значит, такую ванночку. И все. И пошел. И еще дополнительно там очистил их. И нет проблем. Солнечная восхотовка, она практически дезинфицирует. Ну, и ультрафиолет, и температура. Очистила всю рамку. Рамочку. Немножко почистил. И все. Остаются целые. Значит. Шаблон весь готов. Да. Можно, говорится, сколько угодно работать с ним. Спасибо, Васильяк. Очень интересная конструкция. Я думаю, что это возьмут на вооружение. Да. Нормальные пластичники. Берите на вооружение. Так вроде просто немножко приложить усилий. Но можно такое сделать. Наверное, можно в домашних условиях это сделать. Ну, конечно, в промышленности. У наших людей нет денег. А если это для экспорта денег будет, ну, наверное, можно и поработать долго на этом плане. Даже такую какую-то красивую конструкцию сделать. Я не видел такого. Тем более, что я там можно оставить на пасеке. Рядом с рабочим местом пасечника, говорится. И работайся. И повернул немножко. А тут очень просто. Как тень падает, так повернул. Не надо каких-то особо приспособлений. Ну, а хотя можно и автоматизировать какие-то. При современном уровне техники, наверное, это несложно. Ну, все равно надо перезарядку делать. Никуда не денется при любом. При любой, говорится, это самое. А какие-то делать линии там. Это сложная дорога. И энергетически это дармовое. У нас энергия. Спасибо, Василия Яковлевич. Удачи. Всего доброго.